У нас Станиславский с Геймировским не вылезают из хитровских трущоб. Это очень опасное место. Необычный драматургический поворот. Прямо как у Шекспира. Это, наверное, иронический детектив. Начинаем мы, конечно, с подбора материала. Мы обсуждаем концепцию, мы обсуждаем какую-то цветовую даже палитру. И я начинаю собирать какие-то предложения свои, референсные, то есть какие-то примеры. Я не очень тороплюсь, на самом деле, формировать какой-то образ персонажа, потому что он должен немножко вылежаться, он должен даже присниться порой. Режиссеру не нужна была точная историчность в костюме. И здесь у меня разные персонажи гуляют по разным временам, даже рекам. Главный образ для жанра нашего фильма это было абсолютно логично. Конечно же, мы изучили весь портретный ряд. Мы заморочились с воплощением самой хитровки. Мы изучили весь материал гонографический, как выглядели тогда персонажи, в каких костюмах они были. И мы воспроизвели их доподлинно, точно. Я очень люблю стадию примерок, потому что как раз на примерках рождается сам образ актера. Потому что мы с ним говорим. Мне нужно понять его настроение, его понимание образа. Меня научили мои мастера, никогда не доигрывайте костюмом актера. Костюм это для меня не средство самовыражения. Костюм не должен подаваться вперед. Потому что важнее всего в кино это лицо, это глаза, это руки. И не надо самовыражаться в костюме. Что такое человек? В этом все начало и концы. Чело век. Это звучит... Гордо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова